Девчонки, всем огромный привет и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у меня отличное настроение, потому что наконец-то мне хорошо. Я два предыдущих дня просто пластом лежала на диване и ничего не могла делать, потому что у меня прихватила вся вот эта правая сторона, шея, плечо. Очень болела, я давала вся эта боль в голову. А когда я лежу и болею, для меня это просто катастрофа, я это не выношу. Но сейчас все хорошо, слава Богу. Немного побаливает, но это ничего, не критично. Я уже приготовилась, собираюсь спуститься в центр города, пройтись по магазинам, потому что через несколько дней у моей мамы день рождения, и мне обязательно нужно ей подыскать подарок. Она у меня была на днях, я ее просто пытала. Говорю, скажи мне, что тебе подарить, потому что я без вариантов, ребята, правда. Я ей уже дарила, начиная с пижамы, заканчивая верхней одеждой, сумочки, бижутерии, декоративную косметику я ей дарила, не знаю, в дом. Но я ей все уже передарила. Так что почему-то я вот в этом году очень затрудняюсь. Но она не раскололась, я ее пытала очень долго. Она мне говорит, у меня все есть, мне ничего не надо, ничего не покупай. Я ей объясняла, ну все равно уже я тебе что-то куплю, я же не приду с пустыми руками. Скажи мне, облегчи хотя бы мне мою участь. Но нет, она не раскололась и ничего мне не сказала. Так что, ребята, если будут интересные варианты, напишите мне в комментариях, пожалуйста, я буду ждать вас. Ну и образ дня, как всегда. Надела черный простой топик, а сверху в качестве верхней одежды черный блейзер. Это Zara. Мои любимые рукава в три четверти. Очень крутой блейзер, ребята, мне нравится. Белые брючки и мои любимые кеды Levi's. Они очень удобные, ребята, как будто хожу босиком. И черная сумочка. Такой лаконичный образ. Ребята, после шопинга пришли на кофе. Заказали любимый капучино. Сидим в кафешке, которая называется кафетеатр напротив моря. Здесь на газончике устроились люди, отдыхают. И вот здесь белая башня рядышком. Сегодня очень много пеших, потому что проходит марафон бега на центральной дороге. Вот и корабль Argo. Тут ходит один спартанец. Вот он. Собирает людей на прогулку. Это кафе. Мы уже возвращались домой через центр. И вдруг увидели, что на месте, где всегда проходит международная выставка, что-то происходило. Были развернуты небольшие палатки. Ну и мы поняли, что проходит какая-то выставка. А это я вам показываю телевизионную башню и кофейню, которая вращается. Тема выставки была авторские вещи ручной работы. Очень интересно было посмотреть на то, как люди творят такую красоту своими руками в домашних условиях. Ну и, конечно же, взять на заметку разные идеи. Мы тут увидели и самодельные куклы, подушки, сумочки, даже новогодние шары, от которых я осталась просто в восторге. А также поделки из дерева, бижутерия и многое-многое другое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты где был, Тоби? Гулял? Он гулял долго, устал. Теперь играет. Принёс. Здесь бутылка валяется. А это её любимая косточка. Здесь снимана. Тоби, где твоя косточка? Вот, 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 косточка Вот, Тоби, вот Вот твоя косточка Где ты гулял, Тоби? Тоби? И стой такой Стой такой Стой, стой Стой, ты мой красавец Да, да, да И сразу сейчас развалится, чтобы его Вот, вот, вот Вот так развалится, чтобы его гладили Как он любит Любит, когда его гладят В общем, все хотят любви Да, Тоби? Любви и ласки Как только я к нему подхожу Он вот так раскрывается Как цветок За эту бутылочку Вообще с ума сходит Она шумит Ему это нравится Играет с ней Часами Да, Тоби? Хорошая игрушка? Ребята, я вчера вернулась с покупками Но не для мамы А для себя Для мамы ничего не подыскала Пока подходящего Ничего Поиски продолжаются Зато Сейчас покажу вам свой улов Потому что все взяла на очень хороших скидках Из магазина Манго И H&M Девчонки, из Манго Взяла белую футболку Она такая длинненькая И мне нравится Что вот эти рукава У нее доходят до локтя Я хотела именно такую белую футболку Я их ношу и зимой, и летом Хлопок Очень хорошее качество Мне нравятся футболки из Манго Из-за своего качества Они выстирываются очень хорошо Цвет не меняют Мягкая, очень приятная ткань Универсальная футболка Стоила она 10 евро Дальше взяла Блузу Уже более теплую В таком красивом Фисташковом цвете Знаете, да Мне очень нравится Вот это Когда грудь вырезана С такой буквой В Потому что не могу я Вот эти давящие горловины У меня роллингов Наверное всего Две штуки Люблю, когда вы здесь Посвободнее Очень мягкая Ткань Тоненькая вязка Как раз я очень люблю Такую Не люблю я толстую вязку Надевать на себя Какой-то толстый свитер И надобности нет Я вам говорила Что в суровой зиме В Греции нет В принципе Это самое то Длинненькое Ну я все одену На себе покажу вам Конечно же Блуза стоила 26 евро Взяла еще такое Колье Серебряное Очень оригинально Мне кажется Не короткое Но и регулировать Тоже можно Замок мне очень понравился Вот этот Стоил он 16 евро И под футболки Всегда в талии У меня проблема А вот эта села Очень красиво Она мне Мягкая Ну джинсы Деним есть деним Стоили они 45 Взяла за 25 И взяла такой Красивый Жакет В таком небесно-голубом цвете Вязка уже потолще Но тоже очень мягкая Ткань Мягкая нить Длинненькие рукава Она очень теплая Немного укороченная Тоже один Посмотрите на мне Тоже цвет базовый Все вещи базовые Комбинируются легко Между собой Жакет стоил 35 Взяла за 20 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребята В одном из предыдущих влогов Я вам показывала Что мы старшему сыну Христу Купили письменный стол Так как он уже студент Из Икеа Это коллекция Malm Идет вот такая большая столешница И вот эта часть Здесь она выдвигается И столешница увеличивается Но у нее абсолютно не было ящиков Но у нее абсолютно не было ящиков Давид сделал ящики Вот такой комодик Вот такой комодик и четыре ящика Потому что без ящиков Потому что без ящиков никак Сейчас открою и покажу вам ящики Они достаточно широкие, вместительные В общем В общем Христу очень доволен Красиво получилось Уже такая более собранная картина И вот такой рабочий стол у него получился Супер Нам очень нравится Ребята Перехожу к обеду Сегодня будет рецепт из тыквы Вот у меня такая красивая тыковка Очень жаль ее резать Но будет очень интересный рецепт Рецепт армянский Называется Гапама Это тыква начиненная рисом С сухофруктами Грецким орехом Медом И в рис добавлю немного куркумы Чтобы рис получил такой красивый Золотистый цвет В общем Будет интересно Поехали Первым делом Ставлю рис вариться Но варить буду до полуготовности А до готовности он дойдет уже вместе с тыквой В духовке Сейчас из тыквы мне нужно вырезать Вот эту шапочку И удалить семена Я сейчас в рис добавлю куркумы Ну вот так на кончике Такое маленькое количество куркумы Никак не влияет на вкус Единственное она цвет Посмотрите какой красивый цвет Так с тыквой я разобралась Теперь Ставлю ее в сторонку И нарежу сухофрукты Кто любит изюм Добавьте его обязательно Но я не буду добавлять Потому что изюм я не ем Итак Сухофрукты я порезала Сейчас к ним отправляю Рубленный грецкий орех И мне еще понадобится Немного меда Сливочного масла И вот наш рис дошел До полуготовности Ребята, сейчас тыкву буду начинять Таким образом Обмажу немного медом Положу кусочек сливочного масла Первым слоем пойдут сухофрукты С грецким орехом И потом рис И каждый слой буду повторять Таким образом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь отправляю тыкву В духовой шкаф Выпекаться На 190-200 градусах 40-45 минут Ну все Тыкву я достала Выпекалась она у меня час Ну а вы ориентируйтесь Тыква может быть больше, меньше Ориентируйтесь по своей духовке Проверяйте готовность Шпажкой, деревянной палочкой Вот я тоже протыкала ее Она уже мягкая-мягкая Субтитры сделал DimaTorzok Вот именно таким способом режется и подается эта тыква Ребята, готовьте, пробуйте Это удивительное блюдо И вот так это блюдо подать на какой-нибудь праздничный стол гостям И удивить, думаю, будет круто Так что берите на заметку этот рецепт Я уверена, вы останетесь довольны Из простейших ингредиентов Делается это блюдо Ну, вот такой шикарный результат Субтитры сделал DimaTorzok